Дорожно-строительные работы производят по улице Сатпаева, а именно ямочный ремонт и укладку асфальта. Сейчас здесь трудится бригада ТО Новинтех. Эту работу делают по гарантии. С ее ходом ознакомился Акимобласти ГОС Нурмухамбетов. Приступили к ремонту здесь 2 мая. Закончить обещают к середине месяца. Следом глава области приинспектировал те же работы по улице Рахимова. Отчитываются подрядчик ТО «Благоустройство Север» и исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ. По качеству кто? Вы следите, да? Да, мы отдел ЖКХ и центр качества дороги. По ямочам ремонта? Да, по ямочам по всем видам. Нету таких скачков, когда едешь, что они вот сверху асфальт делают? Нет, нет, нет. Вровень, по уровню мы смотрим, что по уровню. Все, а в этом году в Петропавловске запланированы работы на 51 улице протяженностью более 37 километров. Заасфальтировать планируют 44 улицы. При этом на 39 из них никогда не было асфальта, отмечают в городском отделе ЖКХ. Следующим пунктом стал микрорайон Подгора. Здесь развернули 4 оперативных районных штаба – Таиншинского, Олихановского, Иртауского и района имени Габита Мусрепова. Активно работают сейчас 14 человек из двух бригад района имени Габита Мусрепова. У нас примерно где-то 60% воды уже ушло, 40% – это у нас вот эта крайняя часть воды еще, и вот эта часть еще дома в воде стоят. Сколько людей приехало сейчас? Сейчас у нас две бригады приехали. Две бригады, из пяти, да? Да, из пяти бригады. Пока вот то, что есть фронт работы, да? Фронт работы, да. Но по остальным трем бригадам вопросов не будет? Нет, вопросов нет, у нас люди резервы стоят, по звонку они сразу сюда приедут. На сегодняшний день вот совместно с городом прошли пять домов, в которых вот зашла оценка у нас 25-й дом. Мы сегодня зашли, уже переговорили с хозяевами. Уже смета есть у него? Смета сейчас изготавливается, завтра сказали, что будет уже готово. Сегодня мы пока зашли, обговорили, сейчас будем рабочих ставить, выносить мебель, сушить, полы разбирать будем. Мотопомпы поставим. В Кожевином поселке развернули три оперштаба. От Исильского района работают восемь единиц спецтехники. По информации заместителя Акима района, более трехсот кубов мусора вывезли с придымовых территорий. По согласованию с хозяевами, производят и откачку воды. Глава региона дал положительную оценку работе районного штаба и поручил городоначальнику поставить такой же четкий фронт работы перед всеми мехотрядами. Здесь обращали полностью их всю. Осмотрел Аким области и ограждающую дамбу обход Петропавловска 0,8-й километр. Здесь продолжают откачивать воду, как и в селе Тепличном. В Козелжарском районе было подтоплено около полутора тысяч домов. На сегодняшний день обследовано около 500. Проводятся технические исследования для определения пригодности жилых домов к дальнейшей эксплуатации. Реставрацией жилищ занимаются механизированные отряды Козелжарского и Акаинского районов. В доме Олега Волошина в селе Тепличное вода зашла больше, чем на метр. Уже начались работы по восстановлению жилища. Мы просто на метр подняли и все в доме плавало. Мы спасли единственное, это один телевизор, который лежал на самом-самом верху. Сейчас пришла строитель и бригада, уже начали срывать полы. Вот они доски, все выносят. Сейчас начнут, сказали, после обеда гипсокартон снимать будут. Ну, сказали, через два месяца будете жить, не переживайте. Самое главное, чтобы дом пригоден к жилью и, надеемся, мы тут останемся. Глава региона ГАУЕЗ Нурмухамбета встретился с жителями сел Тепличное, Прибрежное, Надежка, Боголюбово и Соколовка. Сельчанам разъясняли правила по ремонту, приобретению жилья, а также ответили на вопросы населения. Кроме 500 домов, мы будем приобретать еще на вторичном рынке тоже квартиры, в Казажарском районе, в городе Петропавловск. Если дом подлежит ремонту, я продолжу, то сегодня та комиссия, которая будет, тот эксперт, который будет делать техническое обследование, производится параллельно, оценочная комиссия, оценку производит и после этого делает смету. Аким области в ходе поездки в район также посетил дом друженика тыла Николая Акулова, проживающего в селе Соколовка, и поздравил с наступающими праздниками. Глава региона пожелал ветерану труда крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия. В канун Дня Победы специально приехал, чтобы с вами поздороваться, пожать вашу руку, посмотреть, конечно, изучив вот эту паводковую ситуацию. Посетили мы дома, посмотрели, с людьми встретились. Ну и заодно, думаю, Николай, к вам зайду, Батьковичу поздравлюсь с наступающим праздником, 9 мая. Стоит отметить, что по области подтоплено более трех тысяч домов. В настоящее время уже начались работы по восстановлению там, где это возможно. Также собственники могут отремонтировать свои жилища самостоятельно. Для этого государство насчет пострадавших от паводка направит средства. Сумма ремонта зависит от заключения оценочной комиссии. По словам специалиста, в области пожароопасный сезон начался 15 апреля. Глава региона ГАУЕС Нурмухамбета в первую очередь проверил готовность техники для тушения пожаров в районе. Директорам Соколовского и Козлжарского лесхоза вручили ключи от двух новых пожарных машин. Также приобретено более 60 новой спецодежды для пожарных. Экипировка весит около двух килограммов. По мнению специалистов, эта одежда намного качественнее и удобнее старых. Внутри утепители есть. Летом ничего можно? Можно, да? Летом можно. Глава региона принял участие в посадке деревьев. Всего здесь высажено около 13 тысяч саженцев сосны на площади 1,3 гектаров. Далее ГАУЕС Нурмухамбета вручил благодарственные письма работникам лесного хозяйства, оказавшим помощь населению в чрезвычайных ситуациях. Награждается Ахметов Серег Шавганович, лесник-инспектор виноградского лесничества, лесовая хозяйство «Коловская». До 2025 года в регионе планируется высадить 100 миллионов деревьев на 20 тысяч гектарах. В 2021-2023 годы эта цифра составила 28,2 миллионов. В текущем году планируется на 6 350 гектарах площади лесофонда разместить 38,7 миллионов штук саженцев. В данный момент на 394 гектарах уже высажено 2,3 миллиона деревьев. В текущем году из местного бюджета на расширение лесохозяйств и приобретение необходимого оборудования выделено 2,239,9 миллионов тенге. Также уже приобретены 12 лесопосадочных машин, 2 пожарные автомашины на общую сумму 152 миллиона тенге. Ожидаем еще приобретения 24 лесопосадочных машин, 8 тракторов на базе МТЗ. В настоящее время лесовладельцы в области осуществляют выкупку посадочного материала на временных лесных питомниках и приступили уже к работам по посадке. Отметим, что в области в настоящее время действует 12 лесных хозяйств. По словам Бейбута Исманова, их готовность к пожароопасному сезону составила 7 баллов из 10. Общее количество членов добровольного пожарного формирования составляет 131 человек. На вооружении их имеется 31 приспособленная для отрушения пожаров техника. В основном это трактора с бочками, с насосами, а также 4 пожарных автомобиля. Добровольные пожарные формирования оснащены всеми необходимыми инвентарем. О проводимой работе в регионе в пожароопасный период доложил совместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Североказахстанской области Дмитрий Растихин. С начала опасного периода в области произошло 14 пожаров от возгорания сухой травы и мусора, а в лесах и в степи пожаров не зарегистрировано. В регионе слабо организована работа по очистке территории областного центра и населенных пунктов от сухой растительности, камыша и мусора. Так, в текущем году необходимо устройство более 2000 километров минерализованных полос вокруг населенных пунктов. На сегодняшний день создано всего лишь 125 километров, или что составляет 5,9%. Проведена работа по очистке от сухостоя растительности и горючего мусора территории прилегающих к 147 населенным пунктам, или всего лишь 23% от требуемых 636 населенных пунктов. На сегодняшний день в области проведено около 210 рейдов с целью предупреждения возникновения пожаров. Глава региона поручил ответственным специалистам усилить данную работу. В ТО Растан, расположенном в селе Ленинское, работают 45 человек. Предприятие перерабатывает 20-30 тонн молока в день. Всего с начала года товариществам произведено 250 тонн продукции. Реализуется местная торговля по регионам, это Коктанайская область, Чикарская область, Астана. И основная масса реализуется по брендам Растан. Затем глава региона посетил зернохранилище ТО «Доиндак». Объект рассчитан на 9 тысяч тонн. В целом посевная площадь хозяйства составляет 7486 гектаров. В прошлом году посевная площадь зерновых составила 5733 гектаров, при урожайности 16,9 сантиметра с гектара, а маслячных культур 7,4 сантиметра с гектара. Здесь семена корнета, остистая пшеница. Мы его в этом году купили в России, эко-ниво семена, элитные репродукции. Мы его у себя используем, у нас сейчас идет уже репродукция третья. И вот для размножения в этом году приобрели еще 100 тонн. Глава региона ознакомился с ходом весеннеполевых работ, проводимых на посевных площадях ТО «Доиндак». В товариществе к посеву готовы 36 единиц техники. В этом году приобретены один посевной комплекс и один комбайн. Фермеры приступят к весеннеполевым работам 11 мая. Вот у нас какие вопросы по сельскому хозяйству? Вопросы есть у нас по минеральным удобрениям? По минеральным удобрениям, Востерсонович, вот буквально на два дня по опоручению министра приехали представители КАСФОСФАТ. За два дня 105 договоров заключили на 15 432 тонны. В целом на сегодня 245 тысяч тонн договора заключили. Сколько? 245 тысяч тонн. А из 256, которые необходимы? Да, мы сейчас, но эта работа продолжается. Затем Акимобласти посетил молочно-товарную ферму ТО «Шеймерденов-БА». Крестьянское хозяйство насчитывает около 1500 голов крупнорогатого скота. Среди них 600 дойных коров. В целом в прошлом году крестьянское хозяйство произвело 3,6 тысяч тонн молока. К слову, товарищество в период с 2022 по 2023 годы построило 17 домов для своих рабочих. Одна из них – Алмагуль Жусупова. По контракту я должна работать здесь 5 лет, а потом смогу зарегистрировать этот дом на свое имя. Конечно, по истечению 5 лет я также буду здесь работать. Моя дочь тоже здесь работает. Дом очень хороший, просторный. Байниша Эмерденова – труженица тыла. 92-летняя бабушка раньше работала дояркой. Гауез Нурмахамбетов, отметив ее многолетний труд, навестил труженицу. Один с правнуков, 10 внуков и один праправнук. Мой папа ушел на войну, моя мать умерла. Воспитывалась бабушкой. В молодости очень много работала. Вот этот дом построил мой сын Биржан. Дружно живем с семьей. Благодаря предпринимателю Биржану Шемерденову в 2023 году капитально отремонтировали сельскую школу на сумму 85 миллионов тенге. В настоящее время здесь обучается более 60 учеников. Также в 2017 году в селе построили медицинский пункт на общую сумму 10 миллионов тенге. Сегодня здесь работают две медсестры. На учете с артериальной гипертензией состоит 25 человек, с сахарным диабетом 10 человек, с ДЦП 2 ребенка и с бронхиальной астмой 1 ребенок. Все своевременно получают лекарства. Далее Аким области ознакомился с работой мясных и продуктовых магазинов в селе Дэиндык. Табак и спиртные напитки здесь не продаются. Завершающим объектом стал цех по переработке масочных культур. В его строительство вложено 80 миллионов тенге. В целом цех способен производить 7 тонн растительного масла в день. А что за продукт? Это германский. Германский. Германский, да. Производитель. Когда встали, я не могу, я не спрашиваю, что встали. Что нет, покупал? Нет, когда встали, не покупал. Производитель. 390 килограммов за смену. 390 килограммов за смену. Это смену. Масло. Масло. Это полностью комплектив. Даже брунт или брунт. А они делают? Да, брунт. Мы знаем, что. Другой среды. Да, вот. Стоит отметить, что в селе Ленинское Каинского района проживает 1085 человек. В селе Дэиндык 195. Все трудоспособное население трудится в местных хозяйствах. В микрорайоне «Солнечный-2» продолжается строительство домов для пострадавших североказахстанцев. Паводок оставил многих наших земляков без крова. В строительстве задействовано 10 подрядных организаций. Здесь планируют построить 100 новых домов. К работам приступили 24 апреля. Как видно, за полторы недели здесь уже успели заложить фундамент и возвести стены. Где-то уже устанавливается каркас крыши. В целом строительство идет быстрым ходом. Все это благодаря слаженной и оперативной работе большой команды строителей. Даниэр Карипов приехал на стройку из района Шалакына. В его бригаде около 20 человек. Мы приехали 27 апреля с города Сергейки по приглашению. Сразу же начали с первого дня. Приступили к работе. Вся техника, материалы вовремя предоставляют. Строительство очень качественно, потому что здесь много находится технодзоров. И каждый выполняет свою работу очень строго. Основная работа – фундамент, стены уже подняты. Осталась крыша, внутренние перегородки, заливка пола и легказные работы. Все строительные материалы отечественные. Работы производятся за счет средств общественного фонда «Казахстан-Халкана». На строительной площадке работают около 400 строителей и около 40 единиц техники. Строительные работы планируется завершить в течение двух месяцев. После окончания строительных работ технические компании, которые ведут технические надзоры, будут проверять эти дома. Если будут какие-то недочеты, то строительная компания обязуется за свои средства устранить все недочеты в течение короткого времени. После того, как завершится строительство, управление передаст эти дома Акимату, а Акимату уже в свою очередь будет распределять эти дома среди пострадавших. После завершения текущих работ в микрорайоне «Солнечный-2» планируется строительство еще 400 новых домов для пострадавших. В микрорайоне Подгора началась реконструкция домов, пострадавших от наводнения. В период паводка здесь затопило 1383 дома. Вода полностью еще не ушла. Тем не менее, некоторое жилье уже проходит оценку комиссии. Наряду с этим сносят дома, которые не подлежат восстановлению. 8 единиц техники и 5 мехбригад от каждого района приступили к ремонтно-восстановительным работам. В городе вода отступает, соответственно, уже начинаются восстановительные работы. Прежде чем начать эти работы, у нас техническое обследование проводится. После чего, в случае, если дом пригоден к дальнейшему проживанию, то заходят мехбригады, которые уже занимаются восстановительными работами. На подмогу городу приехали 11 районов, с каждого района по 5 бригад. Дорогу сегодня на Подгоре открыли, и люди уже постепенно заезжают в те дома, куда возможно проехать, где уже прошло техническое обследование, где вода сошла. Работают 30 бригад из Петропавловска, а также районов имени Габита Мустрепова, Таиншинского и Олихановского. На нашем участке имеется 176 домов. На сегодняшний день мы приступили к трем домам. Вот бригады работают у нас. Сейчас идет вывоз старого мебели потопленной. Потом будет демонтаж полов идти, и будет производиться сушка домов. После сушки домов мы будем уже заходить на работы, согласно смертной документации. В Североказахстанской области пик паводка пройден. Всего в регионе подтопило 3898 домов. Было эвакуировано более 14 тысяч человек. Из них 5567 вернулись домой. В городе в ликвидации последствий паводка участвуют 100 мехбригад. Это порядка 600 человек и более 140 единиц техники. На отдых в санатории на бесплатной основе отправляют пострадавших от паводка граждан. Это в рамках сотрудничества Министерства труда и социальной защиты населения, Федерации профсоюзов и областного акимата. Сегодня у нас организован выезд в санаторий Щучинский. Первая группа выезжает у нас с 10 мая по 19 мая. В составе 10 человек из числа социально уязвимых слоев населения. Там они пробудут 10 дней. У нас есть списки пострадавших граждан, кто пострадал от наводнения. И мы дозваниваемся людям, предлагаем им. Если у людей нет проблем с домами, с оценкой домов, то люди соглашаются и выезжают. От паводка пострадал двухэтажный дом Ольги Петерс. Полностью в воде оказался первый этаж. Там у нас и поразбивало окна, повыносило стены межкомнатные в наших квартирах на первом этаже. Спасибо большое, что есть такая возможность, что предоставляет нам такую возможность свозить детей в санаторий. Мы едем в Щучинск, я иду с детьми, дочь и сын. По словам специалистов, сейчас прорабатывается вопрос с руководством санаториев по количеству свободных мест для организации дальнейших выездов. Вторая группа отправится 12 мая в санаторий Куктем в Алматы. В регионе начали проведение весеннеполевых работ. В апреле приступили к закрытию влаги на полях. Эту работу проводят и по сей день. Площадь на сегодня составляет 4,4 миллиона гектаров. Внесли уже порядка 14 тысяч тонн удобрений на площади более 207 тысяч гектаров, рассказывают в профильном ведомстве. Государством выделено удешевленное дизельное топливо в объеме 57,6 тысяч тонн. 41,5 тысяч тонн на сегодня уже приобретено хозяйствами. Техника у нас стопроцентно готова. Будут участвовать более 12 тысяч тракторов, более 14 тысяч сейлок, порядка 6 тысяч единиц автомашин. В принципе, работа идет уже отдельными, можно сказать, хозяйствами. Начата посевная работа на площади 18,5 тысяч тонн по данным районам сегодня. Вот группа компаний. Площадь посева по планам в этом году составляет 4,5 миллиона гектаров. На зерновые и зернобобовые культуры отвели 3,4 миллиона гектаров. На масличные – 751 тысячу гектаров. На социально значимые культуры, к примеру, на гречиху – 26 тысяч гектаров. В текущем году, в соответствии с поручением главы государства, по увеличению производства сельхозпродукции в два раза, у нас доведены Министерством сельхозяйственных индикативные показатели. По анализу семян у нас в прошлом году было заложено 485,5 тысяч тонн семян. Сегодня анализ практически 97% уже прошли. Государством оказывается мощная поддержка в виде выдачи субсидий. В текущем году общая сумма составила 68 миллиардов тенге. На сегодня уже освоено с начала года 26 миллиардов тенге. Всего в области насчитывается порядка 4 тысяч сельхозтоваропроизводителей. Чуть больше 8 тысяч гектаров отвели под посев красной чечевицы американского сорта «Кримсон» в то от Амикен-Агротимирязева. Сеять ее начали 2 мая. Несмотря на предварительные работы по влагозадержанию, со стартом посевной в товарищество решили не затягивать, чтобы рационально использовать воду, скопившуюся в почве. На второй бригаде начали сеять подсолнух. Подсолнух будет где-то 4200. Пшеница у нас 11 тысяч мягкой, яровой. Мы семяное хозяйство, выращиваем семена. Гороха у нас 2,5 почти. Ячменя 1800. Ну, в принципе, все. Общая площадь у нас 32, ну, почти 33 тысячи. В этом году будем закладывать опыты по разным культурам, применение всяких препаратов по листу. В прошлом году был неплохой результат, но так как на уборку был дождь, соответственно, мы не можем сказать, что этот результат 100% корректный. В весенних полевых работах предприятие задействует 6 посевных комплексов. В поле трудятся 22 человека. С 2016 года работаю. Условия хорошие, нравятся. Дали квартиру. В 8-м квартирном доме живем. Техника хорошая, потом нравится. Удобно, приятно работать на ней. В этом году у лейманов много влаги. Стараемся потихоньку больше выработки давать. Вот сегодня тоже в ночь уже тоже выступает напарник. Полностью сутки работать будем уже. В Темирязевском районе к весенним полевым работам приступили в трех товариществах. К 10 мая предприятия смогли засеять 7,5 тысяч гектаров чечевицы и 9 тысяч гектаров подсолнечника. В полях района работает 45 посевных комплексов. То, Райт, АА со стартом посевной не спешит. Товарищество приступит к ней 15-16 числа. До майских праздников здесь вышли на закрытие влаги. На этом поле площадью 283 гектара будут выращивать пшеницу сорта Шертандинская 2012. В общем, будем сеять где-то 1100 льна, масленичную культуру, 1600 твердой пшеницы и мягкой около 10 тысяч. Мы жидкое удобрение уже запланировали, будем вносить. У нас 11 бюлеров, 8 комплексов пассивных и 3 ходят с баронками. Почти 272 тысячи гектаров отвели под посев сельскохозяйственных культур в Темирязевском районе. Свыше 217 тысяч гектаров займут зерновые. Масличные 39,9 тысяч гектаров. Для кормовых культур в районе предусмотрели около 15 тысяч гектаров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok